Девушки отдыхают Девушки отдыхают В пределах Дальнего Афона у бледно-синих понтовод раскинулась обитель нова, российских иноков оплот. Вокруг нее нет стен зубцами, не видно башен по углам, но дивен в ней Господень Храм с позолоченными головами. Монах Пеоний Голубев, 1905 год. В самом центре Афона, близ Кореи, столицы Монашеской Республики, на земле, принадлежащей монастырю Ватапет, находится Андреевский скит, устроенный русскими монахами в середине XIX века. Его гигантский собор, обрамленный монашескими корпусами, виден издалека и своими размерами и архитектурой отличается от общепринятого афонского стиля. Вокруг скита, по склону Афона, на разных высотах размещены кельи и каливы отшельников, укрытые зеленью орешников, виноградниками и лесными деревьями. Внешне скит напоминает богатыря, несущего свой молитвенный пост на небольшой возвышенности посреди афонских скал и холмов, охраняя своим предстательством афонскую землю. Изначально на месте основания скита находилась небольшая обитель Ксистра с церковью, посвященной святому Антонию Великому. С тех пор Манедрион Ксистра именуется кельей святого Антония, которая существует и по сей день. Она расположена напротив главного храма, в котором мы находимся. В эту келью в середине 17 века прибыл святой Афанасий Патиларий. Он был родом с острова Крита и был митрополитом фессалоникийским, а затем стал вселенским патриархом. В то время было очень неспокойным, смутным и тревожным. Святой Афанасий был вынужден покинуть патриарший престол и в конце концов поселиться на святой горе. Он прибыл сюда, где находилась келья святого Антония, и отремонтировал ее. Ввиду нестерпимых гонений, святитель Афанасий III Патиларий был вынужден отправиться в Молдавию под защиту господаря Василия Лупу, где прожил 9 лет, отдавая свои силы на благоустройство молдавской церкви. На современное народное наречие им был переведен псалтырь, а в городе Галац он начал строительство Никольского монастыря, надеясь найти там желанный покой. Однако окончить свой земной путь ему было суждено в России, в Лубенском Преображенском монастыре в 1654 году. Господь прославил своего угодника великими чудесами, и ныне его нетленные мощи в сидячем положении находятся в Благовещенском соборе города Харькова. Спустя столетия в эту келью прибыл другой патриарх, в покое Серафим II. который возвел на ее месте новую келью, известную нам и по сей день. Здесь есть церковь Святого Антония, а позже, в нижней части, русские построили Свято-Покровский храм. Благодаря своему изяществу, афонские монахи и паломники стали называть келью «сирай», что в переводе с греческого означает «дворец». В 1772 году началась русско-турецкая война, и пребывание на святой горе святителя Серафима II, известного своей приверженностью к России, стало весьма опасно. Он тайно был взят русским фрегатом и доставлен в Россию, где с большим почетом был принят императрицей Екатериной II. Разгневанные турки разграбили Сирай, и келья вернулась во владение монастыря в Атапет. В 1777 году в Манидрион прибывает святой Макарий Коринфский, которого также сместили с престола архиепископа Коринфа. Он также приезжает на Святую Гору и какое-то время проживает в этой кельи. С ним прибывал его земляк, монах Давид, который был старцем кельи. Здесь, в кельи святого Антония, и поселился святой Макарий. Он пригласил тогда преподобного Никодима Святогорца, бывшего еще монахом Никодимом, который, как мы знаем, жил в монастыре Дионисиад для сотрудничества в написании нескольких трудов, в частности «Добротолюбие», «Евергетин» и работы о постоянном божественном причащении. Здесь, в кельи святого Антония, эти двое святых совместно работали над этими тремя книгами. Через два года святой Никодим уехал, а за ним покинул обитель и святой Макарий. В 1841 году опустошенную келью Сирай приобрели двое русских монахов. Виссарион, уроженец города Венево Тульской губернии, и Варсонофий, который был родом из Дмитровско-Орловской губернии. Сначала они жили в Эверском монастыре, но затем перешли в келью преображения Господня этого же монастыря и прожили там семь лет. Позже они перебрались в келью святой Троицы монастыря Ставроникита. Эти двое монахов пришли сюда, в тогдашнюю келью святого Антония. Через некоторое время к ним присоединился еще один монах — Феодорит. У нас есть купчая грамота, свидетельствующая о том, что в скит вначале пришли два человека, так как в ней записаны два имени. Позже кто-то от руки написал третье имя — Феодорита. Вот как описывает во дворение в келье Сираи Русского братства в 1841 году ученик отца Виссариона, второй игумен Скита, отец Феодорит. Братьей было четыре человека — Виссарион, старец, Варсонофий, старец, Филарет и Иларий. Здание обрушенное и обветшалое. Проскуры церкви растреснуты. В эти годы в келье было устроено общежитие по уставу Белобережской пустыни, и вскоре небольшое русское братство состояло уже из 13 человек. С этого времени начались неустанные труды по созиданию обители. Основную тяжесть по строительству скита взял на себя первый игумен обители, схиеромонах Виссарион. Так, в 1847 году был освящен верхний храм кельи Сирай в честь покрова Божьей Матери. К этому времени братство кельи насчитывало уже 25 человек. Этот храм сохранился до наших дней. Усилиями братья из кита он отреставрирован. Воссозданы древние фрески. Роспись стен храма выполнена в греческом стиле и отражает величавость и умеренность в сочетании с выразительностью и простотой. В интерьере храма все служит ощущению чистоты и торжественности. Сохранившиеся летописи свято-андреевского скита 1841-1863 годов есть воспоминания о первом игумене обители Виссарионе. Старец наш был очень гостеприимен и радушен. Ни богатому, ни убогому не бывало отказа в приеме, как скуден он сам в это время не был. Поэтому в Сирай охотно стекались беднейшие пустынники и келеоты. Наступило 17 января. Память святого Антония Великого. Множество пустынников сошлось на праздник. Вина же за недостатком денег заготовлено было мало. Во время праздника заведовавший розливом вина схемонах Пимен докладывает отцу Виссариону, что вино на исходе. Отец Виссарион успокоил отца Пимена, а сам отправился в церковь к иконе святого Антония, находящейся в иконостасе. И, помолившись перед ней, пошел и измерил вино в сосуде, сделав на палочке зарубочку. Через несколько минут опять пришел и опустил палочку в сосуд. Смотрит, вино, несмотря на розлив, стоит на том же уровне. Опять пришел и опять тоже. Свершившееся чудо он приписал благодати святой иконы, которую с того времени чтил как чудотворную. Постепенное увеличение численности братьев привело к необходимости преобразовать келью в скит. В августе 1849 года в келью Сирай прибыл коммергер императорского двора Андрей Николаевич Муравьев. Ему удалось убедить кенот и ватопедских старцев преобразовать келью в скит с собственной печатью и правом избирать своего игумена. А монастырь ватопед утвердил устав скита и выдал русским монахам соответствующие документы. До конца своей жизни Андрей Николаевич Муравьев оставался преданным обители и за свои труды был внесен в ряды ее ктиторов. В скиту продолжались работы по расширению обители и в 1851 году завершается строительство двухэтажного каменного корпуса с западной стороны скита, где на первом этаже размещаются трапезная, кухня, прачечная, а на втором этаже братские кельи. В 1853 году сербский монастырь Хиландар уступил скиту часть своей территории, где располагался источник, разрешив пользоваться водой. И к 1860 году монахи-обители завершают строительство водопровода, а в юго-западной части скита усилиями братья скита завершается возведение нового четырехэтажного корпуса, соединившего уже существующие строения. К этому времени в скиту подвязалось уже 37 монахов. В 1858 году обитель посещает известный церковный историк и епископ Порфирий Успенский. В своей книге «Восток Христианский» со свойственной ему скрупулезностью он так описывает особенности устава скита. У них вечерня начинается в 8 часов и продолжается 2 часа невступно. Ежедневно после повечерия каждый руководимый ходит к старцу своему на откровение, то есть на исповедь всех своих помыслов, и получает наставление или прещение. После повечерия всякая пища и питье, даже воды, воспрещены под угрозу епитемии, то есть земных поклонов. В кельи никто никому не входит. Полуночница и утрення начинаются в час и в два после полуночи, а Дуния за час бывает повестка к утреннему келейному правилу, по окончании которого благовесть сзывает всех в церковь. Простая утрення продолжается часа два, а полуилейная — три. По окончании ся служится заупокойное лития. Потом, спустя час, начинается ранняя обедня и продолжается часа два, потому что читаются поманники благотворителей скита. Перед часами, а иногда вместо причаства, читается акафист. По субботам, после обедни, всегда служится соборная панихида о ктиторах и благотворителях, которых имена поминаются и ежедневно. Во всех священнослужениях поминаются все наше царское семейство, святейший сенот и вселенский патриарх, как архиепископ Святой Горы и игумен Скита. В 1862 году, после кончины игумена Виссариона, управление Скитом перешло к иеромонаху Феодориту, которому удалось на пожертвования, собранные на территории России, расширить и благоустроить обитель. Так, в 1863 году был построен одноэтажный корпус для рабочих, в котором была размещена аптека, а в 1868 году на южной стороне обители был возведен новый корпус с храмом в честь прославившейся многочисленными чудесами иконы Божией Матери в скорбях и печалях утешения. В этом здании был устроен главный вход в обитель, часть резницы, хозяйственные помещения, просфорня, гостиница для паломников, а в нижних этажах – кладовые. В 1871 году Скит приобрел участок земли близ города Кавалла и дом в Константинополе для обустройства подворья обители. А в 1878 году император Александр III своим указом разрешил Андреевскому Скиту принять в собственность два дома в Санкт-Петербурге, пожертвованные купчихой Анной Джамусовой, где впоследствии было открыто новое подворье Скита. В 1882 году лепецкий купец Иван Петрович Летунов даровал обители участок земли с постройками в Одессе, где было устроено еще одно подворье Андреевского Скита. В 1881 году на северной стороне обители возводятся два новых корпуса, а в 1884 году в северо-восточной части Скита был построен трехэтажный корпус, в котором разместились мастерские и кельи для братьев. В июле 1889 года была освящена вновь построенная церковь Святой Троицы. Это был девятый храм обители, иконы для которого были написаны в Москве. С 1887 года Свято-Андреевский Скит начинает издание своего журнала «Наставление и утешение святой веры христианской». Журнал печатался в Одессе в типографии Ефима Ивановича Фисенко вплоть до самой революции. Благоустройство обители и снабжение ее всем необходимым в эти годы обеспечивалось исключительно за счет сбора средств на территории России и пожертвований благотворителей. Среди главных ктиторов Скита следует отметить известного археолога, художника, члена Российской Академии наук Петра Ивановича Севастьянова, иждивением которого была возведена церковь во имя святителя Петра, первого митрополита Московского. Но особое ктиторское место принадлежит известному русскому миллионеру, представителю знатного рода золотопромышленников Иннокентию Сибирякову. Получив наследство от отца многомиллионное состояние, он решил раздать его неимущим и помочь в устройстве храмов и монастырей. Большую часть своего состояния, которое выражалось суммой в 2 миллиона 400 тысяч рублей, он пожертвовал на благоустройство Андреевского скита. Его щедрый дар ускорил строительство и позволил обители возвести самый большой храм того времени не только на Афоне, но и на Балканах. Один богатый человек из России, Иннокентий Сибиряков, пожертвовал очень много денег для храма. Он также построил здание вот здесь напротив с храмом в честь святого Иннокентия, чье имя он носил. В конце концов, он сам стал монахом, вел аскетическую жизнь какое-то время в Королии и потом пришел в наш скит. И здесь, в Исохастирии святой Варвары, немного ниже скита, жил в Аскезе. Позже, когда заболел, он пришел сюда, в скит, и упокоился в здешней больнице, которая тогда была в скиту. Он был относительно молод, но болел туберкулезом. По смерти, братья воздала своему благотворителю достойную честь, похоронив его рядом с основателем скита с хиеромонахом Виссарионом. Улучшение благосостояния скита увеличило поток иноков из России, и к началу XX века их численность превысила 500 человек. Архимандрит Петерим так описывает состояние обители в начале XX века. У нас в обители уже было 650 человек своей братьей, и поклонники приезжающие, и пустынники, приходящие из пустыни в обитель, и всех кормят. В будни готовят на тысячи человек, а в воскресенье и праздничные дни на 1500 человек. А на праздники Матери Божией, на апостола Андрея, на преподобного Антония Великого приходили из монастырей пустынники и поклонники, и всего собиралось до 5000 человек. Кормили всех, а пустынничкам давали домой сухарей, крупы разной, и каждому по одной рыбе. И всем хватало. Все это заготавливалось экономом. К началу 20 века на Святой горе подвязалось наибольшее количество монахов. Однако Первая мировая война, революция в России, Вторая мировая война нанесли тяжелый удар всему русскому монашеству на Святой горе. Немногочисленное братство обители стало резко уменьшаться, и когда-то процветающий скид стал жизненно угасать. В 1917 году, после Октябрьской революции, уже не могли прибывать новые молодые иноки из России, поэтому в тот период оставались только пожилые монахи, которые умирали, и обитель стала постепенно угасать. Пожар, разразившийся в 1958 году, уничтожил часть западного крыла скита, что привело к окончательному упадку обители. В 1965 году в скиту остается только пять престарелых иноков, а в 1968 году с кончиной Дикея Михаила Андреевский скит окончательно опустел. Последний монах русской братьи, отец Самсон, бывший монахом с 1913 года, скончался в 1971 году. Он пережил рассвет скита и его упадок. Он видел, как уходили со временем старцы. Когда-то здесь жили сотни монахов, потом их стало 100, 50, и в конце он остался один. До последних дней своих старец Самсон жил с надеждой передать ключи от ворот Андреевского скита новым, пришедшим из родного отечества, русским монахам. Но этому так и не суждено было сбыться. Около 20 лет Андреевский скит стоял заброшенным и постепенно разрушался. В 1991 году монахи из Ватапетского монастыря во главе со старцем Иосифом пригласили небольшую братью из Солонников, которая обосновалась здесь вместе с Дикеем, отцом Павлом. Будучи профессиональным реставратором, он приложил много усилий для сохранения и восстановления наследия своих предшественников. В 2001 году по решению монастыря Ватапет в Андреевский скит вселились иноки из монастыря Филофей во главе с отцом Ефремом. В 2001 году отцы Ватапетского монастыря искали новое братство в скит, так как братья, прибывшие из Солонников, была немногочисленна. Они хотели, чтобы в обители подвязалось больше монахов и скит работал как должно, как монастырский комплекс, то есть как монастырь, скажем так. В то время наш старец был в монастыре Филофей. Он покинул пост игумена монастыря и искал место для проживания. Так старец в конце концов перешел в Ватапетский монастырь и по соглашению сторон прибыл сюда, в наш скит. Сначала нас было 9 отцов, но постепенно прибывали новые монахи, и сейчас нас 25 человек. Спустя многие десятилетия в обители появились и русские послушники. С приходом новой братьи началась масштабная реставрация Андреевского скита. Главный храм обители во имя апостола Андрея Первозванного был построен в честь чудотворного спасения русского императора Александра II по проекту известного петербургского архитектора Михаила Арефьевича Щурупова. Храм был заложен 16 июня 1867 года в присутствии сына императора великого князя Алексея Александровича, а также председателя попечительского совета Андреевского скита графа Андрея Николаевича Муравьева и российского посла в Константинополе Николая Павловича Игнатьева. Он строился 33 года и был освящен 16 июня 1900 года Вселенским Патриархом Иоакимом III. Сегодня архитектурное изящество интерьера Андреевского собора дополняется богатым убранством. Огромные дубовые иконостасы, большая часть икон покрыты золотом. Среди них находится древний образ Пресвятой Богородицы Елиуса Милостивая. Эта икона называется Елиуса Милостивая. Икона была найдена замурованной внутри стены одной мечети в мусульманском храме в Стамбуле. Наш скит тогда имел подворье в Стамбуле и купил ее. Но найдена она была чудесным образом внутри стены. Ей примерно тысяча лет. Она очень древняя. После того, как подворье нашего скита купило икону в Стамбуле, ее перевезли сюда, в наш скит. И сейчас эта святыня хранится в главном храме нашей обители. Здесь также хранится точная копия чудотворной иконы в «Скорбях и печалях утешения», оригинал которой принадлежал патриарху константинопольскому Афанасию Третьему Патиларию. По преданию, этот образ был написан для славного рода византийских императоров-палеологов и достался патриарху от его предков. В 1890 году эта икона была отправлена в Санкт-Петербург, в подворье Андреевского скита, но так и не вернулась обратно на Святую Гору. Ныне этот чудотворный образ хранится в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга. В одном из корпусов юго-восточного крыла обители с 1930 года располагается богословская школа для мальчиков Афаниада. Школа была основана в 1748 году патриархом константинопольским Кириллом V, а первым ее ректором был выдающийся просветитель архиепископ славянский и херсонский Евгений. Учиться в Афаниаде имеют право мальчики не только из Греции и Кипра, но и из других стран. При этом с родными и близкими воспитанники школы практически не имеют контактов, а школьные учителя заменяют им родителей. Для юношей, решивших связать свою жизнь со служением Господу, учиться здесь очень перспективно, так как по окончании школы они без экзаменов смогут поступить на богословские факультеты греческих вузов. Мы находимся здесь, на Святой горе, где находится Афонская академия, начинавшая свою деятельность с 1750 года как школа экклезиастов, а затем и как университет. Академия начала свой путь Святого Ватопецкого монастыря. В годы турецкого порабощения, в то сложное время, когда школ и образования не существовало, деятельность Афонской академии продолжилась вне стен Ватопецкого монастыря. Позднее старое здание сгорело, и с 1930 года Академия возобновила свою деятельность здесь. Целью деятельности Афонской академии является обучение и подготовка детей к мирской жизни, а также обращение их в людей Божьих. Академия выпустила множество архиереев, священников, людей Божьих, богословов и монахов. Выдающиеся личности преподавали в этой школе в прошлом и продолжают преподавать и в наши дни. Академия насчитывает 45 учеников, проживающих в интернате. Каждую субботу и воскресенье они отправляются в свои монастыри, в свои кельи монашеской обители. Каждый день проводятся религиозные службы, а каждую пятницу, днем, вечером и после всех обрядов в нашей церкви проводится святая литургия. У нас 15 учителей и 15 работников, которые занимаются детьми. Это современная школа, которую не без трудностей мы пытаемся сохранить, потому что благодаря своей блестящей истории отсюда действительно выходили люди Божьи. Подумайте только, что здесь побывали такие великие святые, как Никодим Святогорец, Афанасий Париос, Афанасий Кулакиот, и появившись, эта школа стала по-настоящему значительным средоточением эклезиастов, так как в ту пору турецкого порабощения в Греции все было разрушено и царил хаос. Мы молимся о том, чтобы Господь и Матерь Божья помогли сохранить эту школу, вопреки всем трудностям, которые мы сейчас испытываем. 29 октября 2014 года Афонскую академию посетил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн. Субтитры создавал DimaTorzok В храме Академии предстоятель Антиохийской церкви вместе с монахами монастыря Ватапет совершили молебен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok В качестве доказательства нашей любви к Вашей персоне преподносим Вам, Ваше Преосвященство, небольшой, но украшенный руками наших учеников, подарок. Это икона святого Иоанна Богослова. Господин директор, любимые учителя, дети мои, я очень рад тому, что прибыл в Афонскую академию. Это большая радость и благословение для меня лично и для всех нас находиться в эти дни на Афонской горе с паломничеством, которое мы совершаем. Я был очень рад услышать псалмы, которые вы пели. Поздравляю, дети! Кто хочет учиться, расти, набираться мудрости, должен немного уставать. Чтобы преуспеть в учебе, познать много нового, вы должны прилежно учиться и читать книги. Тот, кто не устает, ничего не добьется. Вы хорошие дети, и Бог всегда рядом с вами. У нас тоже была школа в Ливане, такая же, как у вас. Она называлась школа святого Иоанна Дамаскина. Господь да пребудет с вами, чтобы вы оберегали себя и добивались всего, чего хотите. Отец-настоятель, всю любовь мою я обращаю к вам лично. Господину директору, священникам, учителям, всем, кто работает в школе. Да благослови вас, Господь! Мы ждем вас в нашем патриаршестве в Антиохийской Церкви. Закончу теми словами, с которых начал, о том, что я испытываю огромную радость от нашей встречи. Благодарю! Главный вход Андреевского собора обители венчает звонница. Среди ее колоколов самый большой весил 5,5 тонн и был пожертвован обители русской императрицей Марии Александровной в 1883 году. В настоящее время, ввиду появившихся механических повреждений, колокола демонтированы и выставлены для всеобщего обозрения во дворе скита. С трех сторон Андреевский собор окружен многоэтажными корпусами, где размещались монашеские кельи, кухня с трапезной, больница, библиотека и разные мастерские. В центре построенного двора братья из кита из белого мрамора сооружен фонтан с чашей для водосвятия. А рядом у сохранившегося древнего храма святого Антония находится место погребения первого игумена обители архимандрита Виссариона – Толмачева. В южном крыле обители сохранилась церковь, освященная 30 ноября 1871 года в честь иконы Пресвятой Богородицы в Скорбях и Печалях Утешения. До возведения Андреевского собора это был самый большой храм обители. В скиту также отреставрирована церковь во имя святителя Петра, первого митрополита московского. Внутреннее убранство храма поражает своей величавостью и изяществом и располагает к тихой умиленной молитве. Аминь. 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 Здесь, в Серебряном ковчеге, монахи бережно хранят главную святыню обители, лобную часть главы святого апостола Андрея Первозванного. Глава святого Андрея Первозванного находилась во владении блаженного митрополита Масханисийского калинника, который упокоился там, где сейчас находится подворье монастыря Ставроникита, в келье всех святых. И он передал эти мощи нашему скиту примерно в 1851 году, когда было названо скитом существовавшая тогда келья святого Антония. Сегодня престольный праздник скита — день святого апостола Андрея Первозванного. И в обитель прибыл игумен монастыря Ватопет архимандрит Ефрем, чтобы возглавить праздничное богослужение. Священнослужители, монахи и гости обители направляются в Андреевский собор скита, где и будут проходить основные торжества, посвященные престольному празднику обители. На Афоне все ночные обдения, как и в древности, начинаются вечером и продолжаются всю ночь до рассвета. При этом монастырский устав богослужения, особенно на Панигеры, соблюдается во всей полноте. Кто не бывал на Святой Горе, тому затруднительно представить себе особенный уклад жизни афонских монахов. Отсюда совершенно удалена суета мирская. Здесь мысль человеческая всегда здорова, свежа и светла. И вот эти жители земного удела Богородицы пришли сегодня под своды храма, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Господа и слиться со всем скитским братством и паломниками во всеночной молитве. В эту ночь православные разных наций собираются здесь в священное единое собрание для молитвенного прославления триединого Бога и покровителя скита святого апостола Андрея Первозванного. Праздничное богослужение начинается с Великой Вечерней, в которой изображаются основные этапы ветхозаветной истории. Сотворение мира, грехопадение первых людей, молитву их и надежду на будущее спасение. Так первое отверзение царских врат, кождение священнослужителями алтаря и возглашение «Слава святей и единосущней, и животворящей, и нераздельной Троицы» знаменует творение Святой Троицы мира, когда Дух Святой, символизируемый клубами кадильного дыма, омывал первозданный мир, вдыхая в него живоносную силу. Аминь, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да исправится молитва моя, я кокодила пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Услышимя, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все ночное бдение продолжается чтением Паремии Эти чтения содержат в себе пророчества о воспоминаемом событии или похвалу празднуемому святому А в празднике в честь святых апостолов читаются отрывки из их посланий «Οι περί εξωτηρίας των ψυχών ημών» «Εξεζήτησαν και εξειρεύνησαν προφήτες» «Ηπερί της εμάς χάρητος προσφητεύσαντες» «Ερευνώντε εσις τίνα εις ποιον καιρόν» «Εδίλωτο εναχθείς Πνεύμα Χριστού» «Μα καξίγεσου η πληρητή εσπεραντάνον εναμαρτήτως φιλακτοί μας εγλογητός η Χίλη ο Διός τον Πατεραντώ» «Καινετών και βρίστας δένον «Εγουμεν монастыря Ватапет Архимандрит Ефрем» «Читает 103 Псалом «Благословляй душа моя Господа, Господи Боже мой! Возвеличен ты весьма, Славословием и благолепием облегся ты, Одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как покров из кожи». «Εγουμεν» 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 «Ο Пос詞» «Εγουμεν» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Важной частью православной службы является лития, что переводится с греческого как «усердное моление», а по церковному слову «употреблению» означает «моление вне храма». По содержанию молитвословий и чину виды литии очень различны между собой, но общее у них именно – исхождение из храма. При этом диакон держит кадила и находится около священника. Впереди процессии служники несут светильники, и хор певчих сопровождает священнослужителей. Выход священства из храма в притвор символизирует благодать, дарованную Богом, сошествие Иисуса Христа на грешную землю и явление среды, наполненной благодатью всему внешнему миру. При выходе из храма диаконам производится окождение икон и ликов святых, а миряне смиренно показывают себя блудными детьми, стоящими перед престолом Бога, как перед порогом дома. Этому действию свойственно покаяние и скорбь. За литьей совершается благословение хлебов, пшеницы, вина и елея. Для этого на столик посредине храма выносит особый сложно устроенный поднос, на котором в чашах помещено небольшое количество вина, горстка пшеницы, немного растительного масла и пять круглых пшеничных хлебцев. Над всем этим возвышается три зажженные свечи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А монахи-скита, несущие послушание на кухне, в это время заняты приготовлением пищи для утренней праздничной трапезы Им предстоит приготовить еду для сотен человек, причем сам процесс приготовления пищи за многие годы мало изменился Это тяжелый труд, который они выполняют с молитвой, причем им важно не только выполнить послушание, но и угодить своим возлюбленным братьям Афонская кухня основана на овощах, бобовых и всем том, что дарит море, которое окружает святую гору Это достойная, простая, вкусная и в то же время полезная для здоровья пища А в это время в главном храме обители продолжается торжественное богослужение По афонской традиции на престольных праздниках перед торжественной литургией совершается освящение воды Во время совершения молитвы на воду незримо, но совершенно реально нисходит освящающая и преображающая благодать Святого Духа На водоосвящение Святая Церковь словом Божьим, молитвой и священодействиями освящает не только самого человека, но и все то, чем человек пользуется на земле Воду, воздух и саму землю, а различные предметы и вещи, необходимые для нашего существования и благополучия Она освящает и благословляет их благословением Небесным для сообщения через них благодати и благословения человеку Церковь освящает воду для того, чтобы возвратить ей первобытную чистоту Низвести на нее благодать Святого Духа и благословение Небесное к освящению душ и телес всех пользующихся ею К отгнанию наветов, всех видимых и невидимых врагов и ко всякой пользе для верующих Субтитры создавал DimaTorzok Наступает рассвет, а вместе с ним и время Божественной Литургии Священнослужители, монахи и гости скита вновь собираются в главном храме обители Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Совершается малый вход, при этом священники и диакон, несущие Евангелие, с северными вратами, выходят из алтаря на солью. Малый вход служит изображением выступления Господа Иисуса Христа на проповедь во время его земной жизни. Одновременно этот вход является символическим выражением теснейшего общения молящихся в храме со своим Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во время пения «Придите, поклонимся» священнослужители входят через царские врата в алтарь, где диакон полагает Евангелие на престол. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вещается слово апостолов. При этом чтец исходит с книгою «Апостол» на средину храма, в среду народа, как бы к народам всего мира, сеять слово Христа в сердца людей. В этот момент нужно собрать все духовные силы, чтобы не на камень пало Слово Божие, чтобы не засорило и не заглушило его сорная трава. Субтитры создавал DimaTorzok Хор взволнованно поет «Аллилуйя», что в переводе на русский означает «Хвалите Господа». В это время из царских врат в центр храма выходит дьякон для оглашения благой вести Евангелия Христова. Субтитры создавал DimaTorzok Евангелие, звучащее в храме, по своей благодатной силе, нисколько не уступает живой проповеди Христа, звучавшей две тысячи лет назад. В Галилее — это то же самое Слово, которое сотворило мир. Этим Словом воскрешались мертвые, слепые прозревали, глухие обретали слух, хромые начинали ходить, а прокаженные очищались. Ничего не изменилось с тех пор, потому что Христос во веки тот же, и Слово Его не может со временем обесцениться, потерять свою силу. Легия αυτής, τι ζητείτε. ИДЕ, ИПОН АЦТО, РАВИ, О, ЛЕГЕТЕ, ЭРМИНЕВОМЕНО ДИДАСКАЛЕ, ПУУ МЕНИС, ЛЕГИ АВТИС, ЭРХЕСТЕ КЕ ИДЕТЕ. Звучит херувимская песнь. Она является своего рода музыкальным центром литургии. Это самое красивое песнопение, состоящее из двух частей, которые разделяются Великим Входом. Звучит херувимская песня. Великий Вход составляет одну из торжественнейших частей литургии. И в сознании большого числа верующих ему придается значение, может быть, даже большее, чем самому важному моменту Евхаристии – моменту приложения святых даров. Во время Великого Входа святые дары, хлеб и вино, выносятся из северных врат алтаря. При этом христиане стоят с преклоненными главами, выражая уважение к переносимым дарам и просьбу, чтобы и их помянул Господь во Царстве Своем. Субтитры создавал DimaTorzok Священники останавливаются у царских врат и молятся за всех, поминая предстоятеля церкви, епископов, монахов, обители, ктиторов и благодетелей и всех православных христиан. Евхаристия – это главное таинство Церкви, в котором верующему под видом хлеба и вина преподается истинное тело и истинная кровь Господа нашего Иисуса Христа. Благодарение Бога составляет главное содержание молитв этого богослужения. В этом таинстве осуществляется то, к чему призван христианин – единению с Господом, Богообщению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Священники с дьяконом возвращаются в алтарь через царские врата, а певчие начинают петь вторую часть херувимской песни «Яку до царя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иегумен Андреевского скита Архимандрит Ефрем читает молитву «Символ веры» «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Рожденного от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, Несотворенного, Одного Существа с Отцом, Им же все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком, Распятого же за нас при понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца, исходящего с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, в единую святую, соборную и апостольскую Церковь, признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Хор поет «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея, ассанны и вышних, благословен гряды во имя Господни, ассанна вышних». Хор поет «Свят, свят, 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 свят» Хор поет «Свят, свят, 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 свят» Священник возглашает «Приимите, едите, сие есть тело мое, ежезавыломимое восставление грехов». Хор поет «Свят, свят, 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 свят» Хор поет «Свят, свят, свят, свят», Хор поет «Свят, свят, свят, свят», Главная часть Божественной Литургии, сохранившаяся в общем содержании молитв от древнейших времен, называется евхаристическим каноном или анафорой. В ее центральном моменте совершается возношение святых даров и приложение хлеба и вина в тело и кровь Христовой. Анафора начинается после пения символа веры, когда диакон возглашает «станем добре, станем со страхом, вон мем святое возношение в мире приносите». Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Велика Литургия. Ибо жертва бескровна и молитвы приносится Господу о всей вселенной. Из-за совершения литургии Господь долго терпит всему миру и милует весь мир». Праздничное богослужение, продолжавшееся более 15 часов, завершено. И священнослужители, монахи и гости обители направляются в трапезную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Праздничная трапеза – это византийская традиция, которая является продолжением литургии. Во время нее читается повествование о празднике или житии святых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Празднование святого апостола Андрея Первозванного – это всегда очень трогательно. Братья мои, святой Андрей следовал за Христом первым, и это имеет большое значение. Это важно для его великого желания и его великой любви. И мы видим, что апостола Андрея призывает сначала не Христос, а его старец, честной предтеча. Он указал на него пальцем и увидел агнец Божий, упраздняющий грехи мира. И тогда он первым последовал за Иисусом и увлек за собой своего брата. Мы, монахи святой горы Афон, пытаемся жить апостольской жизнью. Пытаемся снискать этот апостольский дух, и в тексте, который так хорошо прочитал Отец Прокопий, мы видим диалог Эгеата со святым Андреем. То есть мы видим разницу и огромный разрыв между просветленным разумом сердца апостола Андрея и сумрачным разумом преследователя, идола, поклонника Эгеата. И видим апостола Андрея, которого устрашает Эгеат, говоря ему, «Ты будешь распят на кресте». И то прекрасное, что отвечает ему святой Андрей, «Ты думаешь, что я боюсь креста. Если бы я его боялся, я бы его не проповедовал». И именно это пусть даст нам тот дух, то убеждение, о котором мы просим, чтобы даже и мы, носящие крест монахи, шли к начальнику и совершителю веры Иисусу. Аминь. Праздничная трапеза завершается чином Панагии. По возвышении Панагии ее разделяют надвое и обносят среди монахов и гостей обители, которые отщипывают по кусочку от просфоры, изображают им знамения креста и вкушают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С грустью в душе и с любовью в сердце мы покидаем Андреевский скит, история которого навсегда связана с Россией и русским монашеством. Этот островок тысячелетнего монашеского царства на Святой Горе познал годы расцвета и годы забвения, при этом он продолжает оставаться непрерывным истоком благоволения. И сегодня монахи Андреевского скита во главе с игуменом Архимандритом Ефремом, так же, как и их русские предшественники, продолжают непрерывно служить Господу, неустанно молиться о мире, как молятся и о себе. Для монаха нет и не должно быть земной печали, но для нас, мирских, облики видимости иногда так глубоко ценны. И отъезд из сего места, от людей, навсегда связавших свою жизнь с Господом, печален для нас, ведь и Афон, и его жители стали теперь неотъемлемой частью нашей души. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok